всем добрый вечер если вы еще на час комру значит вы дождались мой обзор и мне очень радостно это знать большое спасибо чите зубовых за за комментарии восьмого тура тур как и всегда был интересным очень три результативные партии и честно говоря если бы я когда начала готовиться к этому обзору знала что так быстро относительно закончится результатом победой черных партий сипенко гири я бы наверно наверно рассказала про нее потому что там есть про что рассказать там очень интересный вариант в итальянской партии был разыгран с которым связаны очень добрые мои воспоминания так как он мне позволил также одержать одну победу черными и пройти дальше в кубке мира но но увы ах я не знала все не не знала что так все закончится и для обзора сегодняшнего подготовила другую победу шахрияра мамедярова над молодым индийским шахматистом надежды индийских шахмат очень такая не шаблонная как часто бывает в партиях шахрияров встреча давайте обсудим ее к тому же после победы в этой партии шахрияр вышел в лидеры но на турниру на таблицу мы еще успеем посмотреть итак партия мамедяров правка была открыта первым ходом пешки c английское начало c4 е5 g3 c6 d4 и когда я посмотрела на доску в момент когда были эти ходы сделаны я сказала ну это же варианта лапина с переменной цвета с лишним ходом g3 то есть если мы немножечко отмотаем и поставим на доску варианта а лапина то мы увидим что в принципе все примерно так же стоит но да здесь белые играют черными черные играют белыми в общем такая путаница в современных шахматах часто бывает черные играют варианта лапина во второй руке и у белых уже лишний темп есть g3 поэтому побить на d4 и сыграть по аналогии ну вряд ли черным можно посоветовать все таки белые отлично уже развиты в партии черные сыграли е4 и структуры начали напоминать какую-то французскую защиту да если бы белые сыграли е3 но тогда как раз ход g3 неудачен и белые решили пойти ферзь а4 для чего для того чтобы после хода d5 черные надеются сыграть d5 побить cd и не позволить по крайней мере сразу черным взять пешкой и укрепить свой пешечный центр такой конкретный ход d5 cd и здесь очень интересная позиция оказывается было уже несколько партий причем на достаточно высоком уровне на кубке мира в 2019 году в ханты-мансийске антон давид против нараньяна черные сделали кони в 6 ход связаны с жертвой пешки но ввиду того что белые все-таки отстают в развитии ферзь а4 ход достаточно ответственный в этом плане это продолжение стоит проанализировать если черные хотят эту позицию играть а также была партия онлайн между петром с видлером и анишем кире где черные также предложили жертву пешки сыграв слон d7 здесь тоже ход dc ведет к тому к той позиции с большим перевесом в развитии у черных и инициативой а в общем эти два ходов кони в 6 и слон d7 заслуживают внимание праг сыграл b5 но стоит ли говорить что ход достаточно ответственный потому что затем вообще идея черных побить на d5 пешкой но проблема в том что после б5 ход cd тоже часто невозможен ферзь b3 было сыграно вновь белые не дают сыграть cd конь f6 слон g5 и здесь черные дали шаг на а5 может быть стоило подумать о ходе ферзь d5 несмотря на то что после этого очень странно выглядит пешечная структура ну и у белых есть слабости поэтому вполне возможно черные могли бы удержаться в этом этапе брак пошел ферзь a5 и на конь c3 сыграл b4 казалось бы ход который я думаю в этом и заключалась идея черных когда они играли b5 но кто бы мог подумать что ход b4 отталкивающий коня на край доски может привести к таким печальным последствиям здесь уже ферзь d5 играть не так выгодно как двумя ходами раньше потому что слон f6 gf конь е3 внезапно конь очень хорошо себя чувствует на е3 и пешка b4 она выдвинулась еще дальше ослабила комплекс полей и свои пешки c и а и черным уже будет непросто в этом эншпиле в случае ферзь b3 но а ферзь d4 такое решение достаточно ответственное скорее всего не удастся черным там устоять партии было конь бьет d5 сыграно и это наверное правильное решение и здесь прошу внимание отметить ход белых он мне очень понравился ход слон h3 обычно слона ставят на g2 да в случае с фианкетов после хода g3 но здесь делаем именно ход слон h3 почему белые надеются разменять слонов и таким образом развить коня но самое главное что после слон g2 у черных был бы очень неприятный ход слон е6 и ферзь на b3 он очень неустойчиво расположен и если его убрать хотя уже проблематично куда его убрать то как раз вот это противостояние ферзя против короля может сыграть злую шутку с белыми поэтому поэтому белые слон g2 шаблонные не делают делают очень сильный ход слон h3 и черные здесь серьезно ошибаются слон бьет h3 этот размен видимо достаточно грубая ошибка черным следовало ходить конь d7 не надо было меняться слонами потому что как я уже сказала этот размен развивает белых позволяет им подготовить рокировку а черным не так просто решить свои дебютные проблемы на конь d7 белые также могли бы пойти f3 е4 похожая идея с пешечным центром таким красивым мы увидим в партии но здесь все не так очевидно и белым чтобы получить преимущество пришлось бы еще поработать а вот после слона h3 коня h3 конь d7 внезапно позиция белых становится очень очень хорошей ладья c1 нападают на пешку c6 белые h6 слон d2 ладья c8 и f3 сильный подрыв и выясняется что тот факт что конь уже стоит на h3 он ускорил ускорил процесс развития и после еф белые уже могут сразу же пойти 0-0 либо ферзь f3 и 0-0 и это этот этот пол эти пол темпа они решающим образом сказываются конь 7 f6 конь hf2 еф интересная возможность была у белых просто побить на f3 они сыграли е4 ход сильный но ферзь f3 тоже заслуживала внимания тем чтобы на ферзь бьет а2 пойти 0-0 и опять же затем е4 этот ферзь на а2 король в центре все говорит нам о том что у белых серьезная компенсация за эту пешку честно говоря это пешка даже не чувствуется белые решили сыграть е4 и черные вновь допустили не точность они увели коня на b6 вот таким вот интересным образом ферзь a6 либо ферзь b5 промежуточные ходы были у черных нападая на мат немного не мало на е2 ферзь f3 у них была возможность увести коня на c7 и хотя позиция оставалась непростой но вот конь на c7 расположен лучше ввиду того что после е5 коня в d5 один конь идет на d5 а конь с 7 контролирует поле е6 и может прийти на е6 лучше расположены кони а после конь b6 этот конь оказался слишком далеко от происходящего на доске 0 0 слон е7 конь е3 и выясняется что если черные просто рокируются пойдут 0 0 последует конь f5 слон d8 слон b4 с двойным ударом поэтому рокировка невозможно и черным приходится как-то как-то пытаться приставать белому ферзю пытаться разменять фигуры но позиция уже с очень солидным перевесом у белых плюс 3 практически ставит компьютер оценку и понятно что черные допустили достаточно большое же количество неточности и партия честно говоря должна была закончиться намного быстрее например в этой позиции после ферзь d3 ферзь b5 шахрияр побил на б5 этот ход сильный но была возможность пойти коня в 5 и смотрите какой симпатичный вариант мог возникнуть случае размена ферзей вот такого ферзь d3 конь d3 и например конь е4 ну иначе совсем грустно но конь е4 тоже не проходит потому что белые ходят ладья е1 на конь d2 они ходят ладья е7 и на короле в 8 конь е5 отлично отлично работают кони и ладья но и в случае кони f1 небольшая задачка из тактического штурма мат в 6 ходов вот так вот белые изящно мату и черного короля поэтому следовало заслужило внимание ход кони в 5 был несколько сильнее чем немедленное взятие на б5 но и ферзь b5 ход корить конечно ни в коем случае нельзя потому что после разменов хода е5 у белых серьезный перевес в эндшпиле но смотрите что произошло дальше кони в 5 g6 ладья c1 красивый промежуток ладья занимает линию c отталкивает коня заставляет коня да и защищать коня на c8 можно было смело здесь побить на а6 проявить жадность но хорошо конь е7 конь е7 и здесь белые побили на b4 но тоже не сильнейший ход очень сильно выглядело вторжение ладьи на c7 здесь после а например конь bd5 ладья а7 у черных все также проблемы с развитием ладья а8 угроза а в случае 0-0 следует холодный слон бьет а6 и много уже пешек собирают белые ну и потом можно было испугаться да где-то ладья c8 но это контрыгра запаздывает потому что белые путем коня 4 коня в 6 подбираются совсем близко к королю черных поэтому ладья c7 было интересно белые пошли слон b4 вместо этого и на конь bd5 но здесь мне кажется достаточно серьезную ошибку допустили слона за коня зачем-то они отдали честно говоря я не понимаю это решение слон d6 гораздо было сильнее ну и затем конь е4 король f2 и король f3 очень простой план шахрияр решился на размен слона на коня этот ход нельзя похвалить а скорее можно поругать король е7 конь е4 здесь черным следовало пойти f6 и выигрывали бы белые здесь или нет честно говоря я сказать затрудняюсь это надо достаточно серьезно анализировать но на чем держится возможность сыграть f6 держится на варианте еф конь е6 и кажется что ладья ладья c7 шаг здесь должно приводить к большому перевесу однако у черных на вот находится ход король е6 спокойно король идет вперед и на ладья c6 шаг он идет еще дальше вперед и на ладья c6 еще дальше и вот король вместе с пешкой f создают достаточную контрыгру на короле ф2 уже можно пойти ладья c8 и даже подумывать о перехвате инициатива поэтому был отличный момент у прага тут серьезно затруднить путь белых к победе возможно возможно она еще достигалась хотя честно говоря после входа кони f6 я не уверена вот этот владейник как его оценить пока пешек поровну но максимум что можно белым достичь здесь это какого-то эншпиля вот тут какие-то красивые ладья d4 брать нельзя из ф2 эншпиля с лишней пешкой но опять же насколько этот эншпиль выигран сложно сказать и лучше было бы этот задать вопрос во время партии черные же сделали ход g5 на что белым следовало сыграть g4 не позволяя сделать ход f5 который у черных был после хода h3 здесь черные могли пойти f5 вновь надеясь на вариант е в конь бьет f6 и пытаясь прогнать коня белых с е4 после конь d6 ладья f8 защищая пешку f5 позиция вновь достаточно неясная потому что черные пешки вот такой вот кулак организуют и представьте если что будет если ладья черных когда-нибудь влезет в лагерь белых но на счастье шахрияра здесь ход f5 правильно не последовал а последовал f6 и вот этот ход уже серьезно зевок последний в этой партии решающая ошибка белые видимо просто недооценили черные недооценили силу хода ладья c5 вот такой вот промежуток и выясняется что ладья d8 защищать коня нельзя ввиду е в коне f6 ладья е5 и связка неприятная а в случае f5 белый уже ходит конь d2 вот если мы вернемся чуть-чуть f6 здесь на ход конь d2 черные успевали защитить пешку на f3 а после f6 ладья c5 f5 черные как будто потеряли темп и белые кроме после хода конь d2 кроме того что атакуют пешку f3 еще атакуют и коня и черным приходится защищать этого коня ну а после конь бьет f3 самая опасная пешка черных съедена у белых две связанные проходные и остальное как говорится дело техники но здесь больше волнений в этой партии не было белые потихонечку перешли выигранный коневой эншпиль и создали очень сильную отдаленную проходную на королевском фланге и несмотря на то что черный конь старался старался какую-то контр игру организовать на ферзевом но слишком уж многочисленные и сильные белые пешки а белый король держит под контролем пешку б поэтому после конь е4 король c2 шах шах победил да шахрияр мамедяров одержал победу в этой партии ну что же интересная встреча как мы увидели не безошибочная на стадии реализации серьезного перевеса мамедяров допускал неточности и давал шансы своему юному оппоненту а дебют был очень интересен и черным надо провести домашнюю работу если они хотят играть этот вариант еще раз а на этом на этом мне кажется настало время посмотреть на турнирную таблицу что у нас произошло после этой победы вообще после восьмого тура шахриярма медиара догнал магнуса карлсона сейчас у него и у магнуса по пять с половиной из восьми затем они ж гири они ж гири спрявший духом после сложной партии с фабиано каруаной после того как даниил дубов даниил дубову не удалось сыграть с ним ну и после замечательной победы сегодня уже делит третье место и что-то мне подсказывают что это только начало на отметке плюс 1 рихард раппорт четыре с половиной ну и затем достаточно серьезная группа на отметке 50 процентов фабиано каруана сергей карякин андрей сипенко и йордан ван форест что же впереди впереди у нас самое интересное впереди заключительные туры и все решится на финише после восьмого тура самое наверное правильное отдохнуть сейчас участникам чувствуется что этот отдых им необходим потому что чем ближе финиш тем больше усталости поэтому в понедельник завтра 24 января шахматисты отдыхают ну а девятый тур во вторник все мы тоже отдохнувшие с новыми силами будем наблюдать за за борьбой в эйконзе и посмотрим посмотрим как все завершится ну конечно еще до совсем финиша турнира далеко так что девятый тур вторник 16.00 по москве кто будет комментировать ждите анонсов надеюсь что ян непомнящий вновь присоединится к евгению томашевскому и на нашем канале сможет сможет следить за партиями девятого тура в прямом эфире ну а я прощаюсь на сегодня это все от меня таким был восьмой тур не болейте играйте в шахматы и совсем скоро увидимся